Характер и таланты, дела и поступки, внешность, образ жизни, мысли и эмоции. Все это красота. Знакомься с профессионалами, которые делают нашу жизнь еще краше. Каждый день на телеканале Казахстанская Медиа Академия программа Гульбахор Хасановой «Красивые люди». Здравствуйте! Это проект «Красивые люди», где я знакомлю вас с личностями, влюбленными в собственное дело. 2 сентября в музее имени Костеева открывается выставка российской художницы Юлии Верко «Work in progress». И у нас в гостях галерист, искусствовед Наталья Грабарь. Здравствуйте, Наталья! Очень приятно видеть вас в нашей передаче «Красивые люди». Я знакома лично и дружу, и горжусь этим уже много-много лет, и ты всегда занимаешься только искусством. С чем это связано? Я с четырех лет мечтала быть музейным работником. Я как бы даже не понимала, что можно еще что-то делать. Я как бы долго работала в музее, и сейчас у меня своя галерея, я занимаюсь разными художниками, вот в том числе моя юная, любимая девушка Юлия Верко. Да, расскажите нам про Юлию Верко. Юля, ей совсем молодой художник, ей 26 лет. Она с хорошим западным образованием, она училась в Америке в одной из лучших учебных заведений. И я, на самом деле, ее увидела в групповой выставке в Москве на галерее на Солянке. И там было, мне кажется, в районе, не знаю, около 10 художников. И мне очень понравилась Юлия и Антон. Они были вдвоем с очень хорошими американской школой, потому что, на самом деле, сильно образование не отличается в постсоветского пространства и западное. Ну, для художников именно. И очень мне понравилась такая свежая, вот интересная. И мы сделали выставку, как раз когда началась пандемия. Это был очень интересный эксперимент. Она называлась «Твоё сознание не знает границ». И она была в четырех городах в России, в Москве на винзаводе, в Питере на Севкабеле, в Нижнем Новгороде в галерее Футура и в Казани в Смене. В Казани нам дали выставку годы, мы очень не ожидали такого. И везде, на самом деле, её хорошо и тепло встречали. И как раз она длилась больше года в условиях пандемии. Но мы как-то очень легко проскакивали. И вот мы из Москвы уезжали, Москву закрыли, в Питере сделали выставку. Питер закрыли. То есть вы хотите сказать, чтобы алматинцы готовились, да? Нет, сейчас они как раз откроют. Наоборот, мы приехали в закрытие. На самом деле, как мы эту выставку собирали, это самое сложное. Да, много сложностей организовать выставку в период пандемии. Тем более, Казахстан, многие города и Алматы, в том числе, не просто в красной, а всё на красной зоне. Мы обсудили с командой, я поняла, что уже другого времени, наверное, не будет. И надо быть готовым к любым ситуациям. Просто на это не обращать внимания. Потому что культура – это то, что нас объединяет. Это наш культурный код и делает нас лучше. Как-то помогает скрасить будни, что-то почитать, поинтересоваться, сходить. Потому что очень важен досуг, очень важны какие-то приятные эмоции. Я надеюсь, у нас такая выставка задорная, она со сложной застройкой. Что людям будет интересно, приятно. Потому что мы очень старались, у нас большая команда работала. Но, к сожалению, практически никто не смог долететь. У каждого там были серьёзные обстоятельства. Сначала мы поняли, что куратор не сможет прилететь. А потом архитектор по очень грустному поводу тоже не смогла прилететь. Потом, когда мы уже были в аэропорту, перед поездкой в аэропорт, наш дизайнер тоже написал, что у него температура 39, и он не летит. Когда мы прилетели в Алмату, мою помощницу депортировали. Она сегодня прилетела второй раз. При этом отменили отель. Художница в первый день отравилась. В общем, всё было как никогда хорошо и весело. И мы уже такие, господи, что ещё? И музей закрыт. У вас тут, к сожалению, был траур вчера, сегодня день Конституции. И у нас, благодаря хорошим отношениям с музеем Костеева, они пошли на уступки. Там идёт сложная застройка, которую посетители смогут увидеть. Мы строим стены, строим мастерскую художника. Потому что московская выставка, она была про самоидентификацию и про родину человека, и про сознание. Потому что там была Юлия-Антон. Они каждый говорили про своё. Ну, очень интересно. Юлька, она больше говорила про подсознание, про сны. А здесь у нас будет как бы не конечный результат, а процесс. Ну, просто она попозже сама больше расскажет. Потому что всё-таки они с куратором это придумали. Мне показалась идея очень классная. И, готовясь к выставке, Юля будет сидеть. Мы создали там такую мини-мастерскую. Будет сидеть и доделывать там прямо в процессе демонтажа, ну, монтажа, некоторые работы. Твоя выставка вот-вот или вот уже открылась в музее имени Костеева. Расскажи немножечко о своей выставке. Это выставка, где большая идея заключается в том, что мы хотим погрузить публику в обстановку художественной мастерской. Какие-то работы я буду делать на локации до выставки. И они будут висеть во время открытия. А что это за картины? Это такая техника, называется монотип. Ты берёшь бумагу, и на пластиковом или железном листе ты пишешь какое-то изображение, и ты можешь делать несколько... отпечатывать. Отпечатывать на бумаге. И потом, чем чаще ты это делаешь, если ты используешь разбавитель, тем больше они расплываются и становятся более абстрактными. А вот абстракция, она всегда связана с чем-то таким потусторонним, сны, параллельные миры. Насколько эта тема тебя захватывает? Достаточно сильно, потому что мне всегда была интересна граница между реальностью и сном, особенно 5 секунд до того, как ты засыпаешь, и 5 секунд после, до того, как ты проснёшься. Потому что самое интересное заключается в том, где у тебя твое сознание перемешивается, переходит какую-то границу. Тогда очень странные образы могут прийти в голову. Интересно, да? То есть это эти 5 секунд, которые тебя могут вдохновить, и возможно, что на этой границе ты встречаешься с чем-то, что потом становится частью нашей реальности благодаря твоим картинам. Да, но во сне 5 секунд длится чуть дольше. Они могут казаться как 5 минут. Здорово, как интересно. Ты училась в Америке, ты училась в Великобритании, и это всё связано именно с художественным стилем. Как к тебе пришла идея стать художницей, и как тебе удалось убедить твоих родителей, что это то самое дело, которому стоит посвятить свою жизнь? Ведь в 26 лет выставляться в музее Костеева с сольной большой экспозицией — это большое достижение, я считаю. Мне очень повезло с моими родителями, они поддерживали... Они тоже художники? Нет, они не художники, но я уверена, как все люди, в какой-то момент им было интересно это в детстве. Мне очень повезло, мои родители полностью меня поддерживают, и моя мама с детства увидела то, что я люблю этим заниматься, и пыталась сделать всё, чтобы я это продолжала. Так и получилось. Какая из работ на этой выставке твоя любимая? Ты что-то для себя выделяешь как искусствовед? Ну, наверное, у нас самая любимая у всех работа, которая ещё... Почему я начала рассказывать про выставку «Твоё сознание не знает границ?» У нас несколько работ будут показываны из той выставки, и мы ещё привезли каталоги. Вот, будем дарить нашим дорогим друзьям и гостям. Мне очень нравится, это будет как раз заглавная работа выставки «Боксёры». И хорошо видно, какой Юля сильный живописец, что у неё хорошая именно школа живописи, и она огромная, она 3 на 3 метра, такая заглавная работа, яркая, сочная. В общем, она мне очень нравится. Но мне нравится, там будет один диптих «Женихом и невестой», я её так называю. Ну, зрители увидят. Да, интересно посмотреть. Нет, там много будет хороших работ, они на самом деле мне большая часть... Ну, все нравятся. И помимо моих работ, ещё будут представлены работы из коллекции музея Костеева. Как раз несколько работ будут Шарденова и Мамбеева. И вот эти вот монотипы, которые я буду делать на локации, они, их... Сами работы мастеров были выбраны моим куратором Кристины Романовой. И монотипы будут визуальной репрезентацией тех ощущений, которые я буду получать, когда я буду смотреть на вот этих вот мастеров. То есть определённая палитра, которая лимитирована, я не брала какие-то цвета специально, чтобы не иметь слишком много выбора. Иногда легче создавать что-то интересное, когда у тебя лимитирована палитра или помещение. Поэтому мне самой интересно, что получится. Такой творческий эксперимент. Да. Твои картины уже продаются? Сколько стоит твоя самая дорогая картина, которую удалось продать? Ну, я бы сказала, что такие вопросы должны быть заданы моему продюсеру Наташи Грабарь. Ясно, хорошо. Тогда отстанусь от тебя с этим вопросом. Какие темы тебя вдохновляют к созданию картин? Наташа похвалила картину «Боксёры» или там Дитрих с женихом и невестой. Ты вдохновляешься людьми или чем-то ещё? Я думаю, было бы странно лимитировать, так сказать, вдохновение к каким-то определённым предметам или людям. Это какие-то чувства, которые ты получаешь. Может быть, какая-то визуальная картина, которую ты видишь по дороге в мастерскую. Или ты видишь каких-то новых художников, которые для тебя открывают совершенно новые двери. Когда сложности какой-то блок визуальный, то очень помогает идти по музеям, опять же. Или смотреть какие-то старые рисунки, которые я делала. Я не люблю выбрасывать. И у меня очень много скетчбуков, где я делаю разные зарисовки. И если не хватает вдруг вдохновения, я не очень люблю это слово, то я смотрю через архив, который у меня есть в мастерской. Каждый день на телеканале «Казахстанская медиа-академия» программа Гульбахор Хасановой «Красивые люди». Красивые люди. Аташа, расскажи, с 4 лет ты мечтала стать искусствоведом, музейным работником. Почему? Это связано с тем, что ты родилась в особенной семье. Знаешь, я как бы не знала. Я даже, честно говоря, мне кажется, когда мне было 4 года, я вообще ничего не понимала про семью. Потому что, да, мой прадедушка, вот он известный художник. Он действует несколько работ в Костеево. Но меня как-то так не воспитывали. Ну, в смысле, не было культа. Я любила с детства, у нас все было в книгах. Это даже я не понимаю, откуда я вот так решила, что я буду музейным работником. Родители были страшно против. Они отдали меня в керосинку. И у меня первое образование нефтегазовое. Я с ними договорилась, что если я с отличием закончу керосинку, они мне оплатят второе высшее. Естественно, денег у меня не было. Уже история искусства. Потому что второе высшее, оно все платное. Я после керосинки пошла в РГГУ и уже начала работать в сфере искусств. Поэтому, наверное, я в этой сфере больше 20 лет. Ну, или у 20. Ладно, не буду сейчас говорить, сколько мне лет. У тебя сейчас своя галерея. Да, 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 Грабар Галери. Вот Юля как раз один из моих художников. Как давно ты ее открыла, поздравляю. Спасибо. В 19-м году. Ну, она тоже такая. Какая концепция твоей галереи? Ну, мне кажется, вот формат галереи, который был раньше, он немного устарел. И там, допустим, выставки... Ну, как бы, да, надо идти в ногу со временем. Просто за последние несколько лет все очень сильно поменялось. Ну, я собираю коллекции и занимаюсь несколькими художниками. Юлю вот в их числе. Ну, я их продвигаю, я им стараюсь делать хорошие музейные выставки, какие-то групповые хорошие выставки, участвовать в ярмарках. Вот. Ну, не знаю, я для клиентов собираю коллекции, их веду. Но это... То, что, допустим, в Москве собираю, да, или там по всему миру, ну, я в основном занимаюсь русским искусством, оно, на самом деле, со вторички, большая часть каких-то вещей, это не галерейные вещи. Это я нахожу у одних клиентов для других, что они что-то готовы продать. Но это такой отдельный длинный разговор. Сейчас мы больше про молодую, про смелую, про начинаю. Существуют ли в искусстве какие-то модные направления? Бэнкси, Энди Уорхол, они же все... Даже Долис... Кто там еще был? В общем, их было много. Да, их было много, но они все попадали в какую-то струю модную. Сейчас есть какие-то тенденции на то, что модно или не модно в искусстве? Что становится попсовым, и, к сожалению, становится как бы таким ширпотребом, но в то же время хорошее искусство – цена и вечно. Хороший художник, он всегда актуален. Просто искусство – это лакмусовая бумажка того, что происходит в обществе. И он очень хорошо показывает и отражает время. И художник не может быть оторван от процессов сегодняшнего дня. Шишкин прекрасен, но, допустим, очень любят его леса, но он прекрасен для своего времени. Сейчас это было бы крайне странно. У нас другие технологии, другая одежда, другие мысли, другая ситуация. Вот, например, сейчас была пандемия в Москве. Мои друзья, галерея «Триумфс», и потом это было в доме фотографий, сразу сделали огромную выставку. Они очень быстро откликнулись на тему художников и их работ в процессе пандемии. Это было такое первое осознанное большое исследование. И вот то, что было за первый карантин, они собрали работу и показали, ты очень сильно отражаешь процесс. Например, я всегда езжу на венецианское биеннале, и оно всегда задает тенденции. Оно проходит, ну, биеннале от слова, раз в два года, оно проходит раз в два года и определяет как раз все, что будет происходить. И оно было до пандемии, и оно называлось, чтобы ты жил, ну, я сразу переведу, чтобы ты жил в эпоху перемен. И там было все на тему экологии и природы. И они настолько предвидели то, что я увидела в основной программе этого биеннале. Мы в этом, в принципе, и очутились буквально спустя несколько месяцев. Художники такие провидцы. Это всегда будет, ну, актуально, это всегда будет важно. Что искусство, в этом-то его основная задача, как бы определять наше будущее, показывать, куда мы можем пойти и говорить про проблемы. Я понимаю, что многие путают там музейные вещи и вещи, которые мы вешаем дома. Да, там не все готовы к каким-то серьезным вещам, которые показывают в музеях или на биеннале. Но это нормально, да? Это там как бы... Ну да. Там бывает такая энергия, разорвет свой дом просто, да? Да, культура проте-порте, да? Ну, с таким более понятным языком. Вот и художники, они как бы думают прям глобальные, мировые процессы. Они про красивые или повесил бы я это дома или нет, да? Задача гораздо шире. Это же не комнатное искусство. Это как бы серьезный мировой диалог. Существует какой-то план, что вот за месяц я должна нарисовать столько-то картин или сделать столько-то набросков. Как ты себя заставляешь работать, если есть такая необходимость? А когда как? В университете меня научили определенные философии, которые иногда, ну, в основном, очень помогают, но часто мешают. Я такой человек, то что мне сложно, если я не работаю. Я становлюсь более раздраженной. Мне нужно знать, что я что-то сделала в этот день, даже если я поточила карандаши или сделала какие-то маленькие банальные наброски. Поэтому даже если я не нахожусь в мастерской, у меня всегда под рукой есть какие-то, опять же, бумажки с ручкой. Я всегда о чем-то думаю. Если нет, то, как правило, если ты рисуешь или пишешь из жизни, это тоже очень тренирует твой навык. Здорово. У тебя есть какие-то планы не знаю, создать что-то эпохальное, большое? Или у тебя пока только какие-то небольшие задачи, которые ведут тебя, ну, как ступеньки к чему-то другому? Я уверена, что... У киноактеров есть задача получить Оскар, допустим. Ну, у всех художников в какой-то момент в начальной стадии наверняка есть такая грандиозная мечта, но чем больше ты работаешь, ну, по крайней мере, я сужу со своего собственного опыта, тем больше ты понимаешь, что лучше всего это делать медленно и качественно, и не стараться выстрелить раньше, опять же, своего времени, ну, хотя, кто знает, твое это время или нет, это только, опять же, время покажет. Поэтому я стараюсь ставить перед собой маленькие задачи, даже вот за этот день я сделаю столько, это за месяц я хочу сделать определенное количество. Но, как правило, у меня всегда есть скетчбук, который я заполняю там каждый месяц. Здорово. Work in progress. Кому принадлежит идея, название выставки и концепция того, что ты будешь в процессе выставки творить, рисовать и все это создавать? Это какой перформанс? Ну, отчасти да. Эта идея пришла всей нашей команде. То есть, мне кажется, говорить или выделять какого-то определенного человека не очень правильно, потому что мы все работаем над этим вместе. и я думаю, нам всем было интересно погрузить зрителей в какой-то процесс, где не показан последний, законченный продукт, и чтобы зрители понимали, как это все зарождается от самых маленьких каких-то рисунков до более отполированных работ. Как ты выбираешь художника для того, чтобы с ним начать работать? Ведь галерист и искусствовед, тем более, такого большого масштаба, как ты, извинись за такое слово, но действительно, ты масштабный человек, сродни продюсеру. То есть, ты предложила руку и ты таким образом добавила весу энергетическому к имени художника. И, наверное, с тобой сотрудничать мечтают многие художники. Ты на что опираешься? Я со многими сотрудничаю. Я сотрудничаю, я когда продаю искусство, они, если клиент спрашивают, ну, а тебе это нравится? Я говорю, вы знаете, у меня такая ситуация, что я то, что продаю, то, что советую, я сама бы себе все это бы оставила, если бы могла бы. Я могу продавать только то, что мне реально очень нравится. И какие вещи я сама искренне себе бы взяла и посоветовала бы другим. И это такая синергия, ты должен нравиться художнику, художник должен нравиться тебе. Это тогда получается хороший обоюдный процесс. А если как бы что-то ты в этом не уверен или ты видишь, что это не так, ну, тогда зачем за это браться? Это же все искренне. На самом деле, художники, вообще любое искусство, это очень искреннее. Если у него плохое настроение, получаются очень плохие вещи. Если что-то у него там в жизни не так, иногда получается именно от боли какая-то вещь, такой шедевр. А иногда вот просто он перегорел и не идет. И это нормально, это как бы, ну, как с каждым человеком. Но мы еще, когда приходим в офис, мы еще можем сделать вид, что у нас все хорошо. А художник не может сделать вид, что у него все хорошо. Это сразу видно на полотне. И многие не могут работать на заказ, им сложно. Ну, потому что вот они, и, например, даже те, кто могут работать на заказ, если видно, что они хорошо относятся к модели. Я всем хорошо привожу пример про Серова. Серова был очень известным портретистом. И на самом деле, единственные искренние портреты, которые он писал, это была Юсупова, он ее очень любил. Семи остальными он слегка, как это, все время на зло постебался, слегка потрунивал. Ага. Вот, например, там, над графиней Орловой, он сзади у нее рисовал пустую вазу, и вот пустой дом, богатый интерьер, показывая ее внутреннюю пустоту и красивость просто. И все светские дамы этого времени не понимали, что там была немного черной иронии. Они говорили, я хочу такой же портрет, как у графини Орловой. А он, как бы, очень с таким, с такой, с ехидной к ним относился. Ну, да. Поэтому тут такая история. Но многие люди, конечно, этого не считывают, но многие считывают. Скажи, ты как человек очень близкий, неравнодушный к краскам, мольберам, к изо, изобразительному искусству и вообще к культуре, сама пробовала рисовать? Ну, конечно. Я так трепетно отношусь к этому вопросу, что я рисую для себя иногда вот с художниками мы можем что-нибудь помалевать. Ну, как медитация я это воспринимаю. Вот. Ну, конечно, я понимаю, что я не художник. Я хорошо рисую, но до художника мне далеко. А что делает художника художника? Ведь людей, которые могут что-то изобразить даже очень правильно, редко можно называть художником. А бывает кто-то что-то там каляка-маляка, но захватывает дух. Как это? Ну, это очень сложно. И нет рецепта. Все так хотят рецепт, как понять, что он хороший художник. Он сегодня может быть хорошим, а завтра перегореть. И есть, например, художники там одного десятилетия, есть художники всей жизни. Перпикассо, у него все периоды сильные, а у большинства художников два-три периода хороших, остальное. Такое, это очень сложно. Это такая химия, энергия. Я, если бы знала бы ответ на этот вопрос. Была бы на господь. Бога бы. Мне кажется, никто не знает. Я не представляю, что кто-то на это может ответить. Но есть какая-то общая сила, энергия. Это как музыка. Хорошо. Прорекламирую сейчас выставку Юлии. Что мы там увидим? Что нас ждет? Ну, кроме того, что да, я понимаю, что это что-то в процессе, что-то там клевое. А что конкретно? Дорогие друзья, приходите на выставку Юлии Верко. И вас ожидает что? Ой, вас такое ожидает. Но мы делаем сложную застройку. Мы не просто развешиваем картина вдоль стены, мы пытаемся рассказать, погружаем зрителей в некий лабиринт. Сначала мы строим Юлину мастерскую, где художник будет, ой, где зритель, простись, будет наблюдать этот бесконечный процесс работы художника. Знаете, для западного человека очень важен конечный результат. А для восточных людей им важен путь. И редко мы показываем сам путь. Мы всегда видим финальную вещь, это картину. А тут, помимо финальных вещей, которые, безусловно, тоже будут на выставке, мы пытаемся создать эту рабочую атмосферу и показать путь создания. На самом деле, это ценно, да, потому что мы привыкли к рафинированным вещам, а когда люди видят, что это такое, что сервисовет процесс, наверное, проснется уважение вообще к труду художника. потому что многие не понимают, что это невероятный труд, это бесконечная работа, очень тяжелая. Это не то, что как показывают в киноте, пришел в мастерскую, часик помалевал, и все. Это бесконечный процесс, это огромная самодисциплина, абсолютно каторжный труд. И вот мы чуть-чуть пытаемся это показать, как важен этот процесс. Ребята, Наташа Грабарь реально очень крутой искусствовед, очень крутой галерист. И если вы хотя бы немножечко разбираетесь в мире искусства, то вы понимаете, насколько тяжело пробиться среди большого количества художников, которые существуют в современном мире, потому что множество направлений, талантливых людей, дизайнеров, людей, которые молюют, лепят, их очень много. А вот тех людей, которые возьмут вас под свое крыло и сделают ваши картины ценными и монетизируют ваш талант, их буквально по пальцам посчитать. И звезда вот такого направления, который реально сделает из вас человека, которого покупают, художника с именем, это Наташа Грабарь. Я других не знаю, ну и мне достаточно. Я надеюсь. Столько лет дружбы. Ну это так сложно, но тут должно все совпасть. Вообще молодым очень сложно и как бы понять, насколько ты там талантен, куда пойти, что делать. Это я даже, ну опять же, нет рецепта. Это как-то все должно совпать. И вообще у нас молодой художник считается до 35 лет. Да вообще, официально, до 44 молодой человек считается сейчас. Это молодой человек. Вы про художников. Это я цитирую, когда есть отдельная биеннале молодого искусства, и там возрастной цензор за 35 лет. Поэтому мы так за основу взяли, что все-таки молодой художник до 35 лет. Хорошо. И так, достаточно быть просто молодым, чтобы не выбрать? Нет, ну можно и старому приводить. Ну как бы важно быть талантливым, но это очень сложно вообще понять, какое образование, как это сделать. Вообще, я не знаю, честно говоря, как люди становятся художниками, но как это есть энергия, это очень сложно объяснить. Честно, самый сложный для меня вопрос. Я затрудняюсь, если вы талантливы, если вы верите в свои силы и пытаетесь там верзнуть на ниве большого музея, скажем так. Вот есть большая сцена, есть большая игра, есть большое кино. Мы назовем тебя большой музей. До большого музея еще художнику идти, где все как-то сначала начинается так это... С маленьких галерей? Да, галереи, какие-то групповые выставки, еще что-то. Так большой музей надо заслужить, это уже знаешь. Ну в общем, ищите Наташу Грабарь, и будет вам успех. У Юлии Верху, как у художницы, есть кумиры среди других художников? Да. Назови мне эти имена. Мне в последнее время, уже несколько лет, очень нравится Питер Дойк, Кейт Готкинс, есть еще шотландский художник, которого зовут Эндрю Кранстон. Он делает достаточно маленькие работы, как правило, на старых книжных обложках и использует разные материалы. И периодически мне нравятся работы Адриана Гинни. Мне очень приятно было познакомиться с Юлией Верху, как художница, как прекрасно юной девушкой, у которой вся жизнь впереди. Я желаю, чтобы выставка, которая сейчас проходит в музее Костеева, наполнила и публику, которая придет, и тебя саму, энергией, вдохновением, хоть ты не любишь это слово, как ты сказала, и какими-то новыми творческими идеями, которые, конечно же, пока где-то еще неосезаемы, как вот эти пять секунд сна, но уже что-то привносит в фигуры твоего мозга, чтобы потом показать нечто прекрасное людям. Успехов, процветания, и я надеюсь, что только что мы все познакомились с молодой художницей, у которой большое мировое имя и признание. Характеры, таланты, дела и поступки, внешность, образ жизни, мысли и эмоции. Все это красота. Знакомься с профессионалами, которые делают нашу жизнь еще краше. Каждый день на телеканале Казахстанская Медиа Академия программа Гульбахор Хасановой «Красивые люди».